Друзья, ну сейчас вот, собственно, главная интрига, послушайте за нас Лера, и войдет ли она в майке или в пиджаке, как мы ей велели. Я уже вижу. Да? А я пока нет. Ну, решай. Давайте пока расскажу, значит, о Лере. Она, значит, на пятом курсе государственной Академии Славянской культуры. Ого. Да, она культурологию там изучает. Также подрабатывает моделью. Ти-дим, молодец. Здравствуйте. Привет, Леонид. Здравствуйте. Так хорошо. Словонакил модель. Я специально вот его с собой взяла. С собой, я с собой взяла. Спасибо. Так, хобби. Давайте посмотрим хобби, что у Валерии. Рисование, ведение йога. Ой, ведение блога. Йога. Подождите, а ведение блога это хобби? Ну, в принципе, да. Или за это не платят? Я так думаю, надеюсь. Ну, конечно, это увлечение. А зачем люди блог ведут? Зачем? Чтобы делиться своими впечатлениями о мире. Рассказывать какие-то свои, свою точку зрения, делиться другими. Много людей вас читает? Ну, смотря какая тема. Нет, по-разному. Вот это же должно быть некое внутреннее осознание, что там тебе есть, что сказать миру. Ну, я думаю, что каждому есть, что сказать. У каждого, конечно, у каждого есть своя точка зрения на любое происходящее событие в мире. Конечно, это и проблема. Кстати, если каждый будет делиться своей идиотской точкой зрения на происходящее в мире. Ну? Мы же подтоним просто в точках зрения. Уже тонем. Почему? Нет, друзья, идиоты будут просто кучковаться. Ведь же ты свободен читать или не читать. Поэтому есть ЖЖ. Нет, понятно. Вот я просто, я считаю, что там нет у меня, наверное, какой-то особой точки зрения. Такое, что прям вот мир ее. Эх, на рейтинге, а что мы с этим размышляем? Так ее не обязательно навязывать свою точку зрения. Это просто высказки зрения. Да, мы же не читали ваш блог. Нет, я не скажу. А вот почему? Подождите, смотрите, вы считаете, что вам есть что сказать миру, но при этом стесняетесь назвать, скажите мне. Нет, не скажу. Что вы наехали на девочку? Я хочу почитать блог. Пришел человек, сколько вам лет лет? Тут не написано. Тут можно не разговаривать с Лерой. Можно не разговаривать с Лерой, почитать блог, и все будет понятно. 24. А, господи. Возраст – это иллюзия. Как? Возраст – это иллюзия. Чья? Почему вы спрашиваете? Оптическая иллюзия? Нет, просто иллюзия. Я ничего не понимаю. Лера, вы что, вы эзотерик, что ли, еще увлекаетесь? Там же написано, у вас не написано, конечно. Сатистика. Да? Да, там резюме у меня указано. Возраст – это иллюзия? Да. Ну, вот с какой целью спросить возраст? Узнать биологический возраст вашего туловища. Вот просто, ну, в таком случае, да, 24. Ну, вот и все. А так, по возрасту больше ничего нельзя сказать. А я больше ничего не спрашиваю. Я же больше ничего не имел в виду. Решит биологический возраст, туловище. Насколько вы поставили ваши клетки? Те, которые изначально у вас. Вот и все. Это стандартный вопрос на телевидении. Стоп, мы позвали, значит, Леру все-таки. И ее туловище. И ее туловище, главным образом. Чтобы протестируйте ее на предмет соведения. Конечно. Ну. Это стареющий 24-летний туловище будет украшать собой наш студент. Нормальный вопрос. Мне тоже нравится. Мне нравится. Она смелая и отстаивает свою точку зрения. Нет, она не смелая. Она не говорит адрес блога. Ну, потому что там мои же личные какие-то. Может, я не хочу, чтобы вы знали конкретно. Мы должны о своих коллегах знать все. Нет, есть такие темы, на которые, между прочим, со своими друзьями не поговоришь. Например? Если есть какая-то точка зрения. Ну, не знаю, допустим. Я, например, очень... Вот и увлекаюсь эзотерикой, да, но у меня среди моих друзей нету никаких, например, таких же... Эзотерик. Эзотерик. Она крутит попу и то влево, то вправо. Она ведет общественный блог, но адрес его не дает. Лера, у вас есть 20 секунд для того, чтобы заявить на всю страну то, что вы по-настоящему думаете. Вот ваше тело оставьте здесь, а уже душу раскроете вот в ту камеру. А тело оставить в кресле или встать? Как умеете, как умеете, вы из-за тела? Душу уловителя, вот на нем огонек красный загорелся. Ну что же, в любой ситуации советую вам оставаться с самой собой, будьте уверены всегда, и несмотря ни на что, вот что думают о вас люди, это не важно. Главное, кто, как вы себя ощущаете. Россия вперед! Россия вперед! Да, Россия победит! Надо выйти на мысль! Россия победит! Надо выйти на мысль! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова